уровень среза будет еще меньше так как не будет блокировать блокиратор определенным знает как обрезать и чем обрезать мы сегодня вам покажем как модернизировать машинку andy's outliner мы сейчас будем снимать корпус так как обрезать собранную машинку не рекомендую можно просто испортить или машинку или то чем вы будете резать метизы все оставляем не выбрасываю вот какая-то рябухла там да там забивается волосами эти волосы влияют на качество работы взять лучше на мете линию то есть ее можно на мете карандашом максимально красиво что под ней он тоже волос сколько под ней тоже волосы машинка выглядит вот так пока что мы освободили вот всю верхнюю часть вот это она будет общедоступна ее можно будет быстренько чистить быстро смазывать и использовать весь потенциал машинки я не знаю почему конструкторы сделали форму машинки так что ее в люди потому сами модернизируют что у нас получилось пластик остыл можно вот но он же пока не остыл можно его снимать в домашних условиях можно использовать обычную надачку на маленьких оборотах вот пластик у нас нагорел подкачивать мы освободили верхнюю часть это помогает машинке не так сильно перегреваться и ее легко смазывать учитывая что нож сильно нагревается и изнашивается надо включить резетку она выключена и откалибровать нож я сейчас вам покажу как откалибровать нож так можно откалибровать любые ножи не обязательно этот вам понадобится стекло вот оно у нас есть собственно все сейчас сначала снять нож его надо полностью снять тут уже не как свал деталер не проканает потому что настраивается нож внутри если посмотреть то блокирует нож вот как раз вот эта часть можно ее снять посмотреть здесь пластиковая панель керамическая она выставляет полотно верхнее то есть не позволяя ему сбиться и все время тоже четко работает вот эти два болточка надо открутить расслабить их сначала сильно полностью не откручиваете что будет болтыхаться вот эта часть а нам ее надо буквально настроить одеваем нож заново назад вот и если присмотреться уровень горизонта может быть разный но мы не всегда точно можем выставить нож поэтому расслабляем болты так чтобы можно было регулировать вот нож теперь свободно гуляет можно чуть-чуть поджать чтобы он гулял и так чтобы выставить максимально ровно но при этом чтобы верхняя панель не вышла за пределы нижнего блока ножевого и не резала человеку шею то мы используем стекло ставим прямо на стекло торцом угол можно варьировать как на себя так и против таким образом если больше 90 градусов тогда выставляется более плотно близко если же чуть-чуть нам надо зазор меньше сделать тогда меньше вероятности того что мы порежем человека нужно выставлять там выставляем нож и в таком же положении поджимаем поджимаем наши болты делаем это обязательно прикасаясь к стеклу что обычно мы когда закручиваем оно сбивается все нож у нас выставлен максимально близко так как стекло плотное и четко выравнивает и не выходит за его пределы далее мы ставим нож ставим назад нож прежде чем ставить нож расслабляет немножко вот этот болт он у нас теперь общедоступен мы его всегда можем поджимать если он раскручивается и менять уровень давления на самом ножевой блок то есть есть машинка работает проверим на руке стандартно как она сбивает нужно обратить внимание что она сбивает каждую волосинку максимально чистая даже покраснение остается поэтому лучше на нее не давить и торцом никогда не работает с вами был Freezer Workshop в Екатеринбурге подписывайтесь на наш канал ставьте большой палец вверх будет много больших обзоров про другие машинки как Wall Balding как Endis Fat Master с толстым уровнем среза Endis Master с мелким уровнем среза Magic Wall Magic Detailer и Power Ultra все эти машинки можно модифицировать мы объясним как всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...